Что такое, Патрисия? Это он спровоцировал её болезнь! Стоп! Он что? А я... Нет? А с кем тогда? Ну пусть говорят, с таким сюжетом-то не возьмут! За что она раздела Эдди, скажите мне? Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал! С вами Юлия Роджерс! И сегодня мы продолжаем смотреть Sims 4 сериал Мерзавец! Ну а если вы не видели предыдущие выпуски рубрики Глазами зрителя, то обязательно переходите По ссылочке в описании под этим видео А также вот здесь сверху будет Подсказочка с ссылкой на плейлист Переходите, смотрите, обсуждайте Вместе с нами! А также перед Началом этого ролика я предлагаю тебе Подписаться на мой канал И тыкнуть на колокольчик, чтобы не пропускать Мои новые видео! Также хочу поблагодарить топовых Пончиков с последнего стрима Они будут здесь! Всех вас, ребята, люблю! Обожаю! Вы самые лучшие, прекрасные, невероятные молодые люди! Всех вас люблю! И спасибо большое, что посещаете мои стримы Я всех приглашаю, потому что иногда я их провожу Следите за вкладкой сообщества На моем канале на YouTube Как тебе первый день на учебе после двухнедельного больничного? А как тебе уже 15 серий без страничка? Наверное, хреново! Обычно! Ты же знаешь, я легок на подъем Как с Доном? Больше не докучал? Ну, раз я жив и цел, то можно предположить, что нет Дон там разрабатывает невероятно ужасный план Как вселить раковые клетки в Патрисию Отвратительно звучит, я знаю Дон ужасный человек, как бы, да, делаем выводы Никак не могу определиться Ты о чем? Постричь ногти или нет? Да ладно, пусть на километр вырастут нормально У меня сегодня коррекция ногтей Я до сих пор не выбрала цвет Тебе уже действительно пора их корректировать Вы видели? Они там аж загибаются уже Я не понимаю прикола в таком маникюре Кто понимает, пишите в комментариях Я вот нет Какие люди! Опачки! А ты кто такой? Боже, совсем больной, что ли? Зачем так орать? Кошмар! А он здесь откуда? Ой, я знаю, это бывший Патрисий, да? Я чутка что-то тоже опять таки наслышана Что будет бывший, вот Наверное, это он Это же... Ну, не томите Привет, милая Неожиданно, да? Бери руки А что не так? Ну, что не так? Например, то, что мы расстались с тобой лет 8 назад И тут ты заявляешься, обнимаешь меня То, что мы когда-то с тобой встречались Не дает тебе права меня лапать Разве нет? Эй, нехизер А вы не меняетесь? Все так же любите попадаться на разводы на тройничок Ну, бывает Были красотками Такими остались А, то есть они с этим парнем уже как бы баловались темой тройничка До этого А тут вдруг парней стало в два раза больше, чем девушек И они немножко напряглись Типа обычно было их две девочки И вот этот парень А тут вдруг два парня И одна хизер И она немножко растерялась Что ты здесь делаешь? Даже не плюешь ему в лицо Даже не кричишь ему гадости в лицо Что такое, Патриси? Ты сдаешь позиции Кажется, твоя болезнь в голове прогрессирует Мы дорогой Мы вообще-то разговариваем Сомневаюсь, что у вас... Что вы умеете разговаривать? Какие-то великие тайны, о которых нельзя слышать Я сказала, не трогай меня Вот! Я отойду Вот это моя девочка, молодец Милая, успокойся Нервный... Нервский тип С чего он взял, что имеет право называть ее милая Трогать ее Сколько лет назад они расстались? Или месяцев? Ну если пару дней назад, то тогда ладно Тогда просто чувак отбит и еще не понял Но если это довольно длительный срок Они расстались И не на очень хорошей ноте То какого фига, чувак? Нервные клетки не восстанавливаются? Она заместит их раковыми Но она же попросила не трогать ее За мои нервы не переживай Справлюсь Я и не сомневаюсь Ты же... Это он спровоцировал ее болезнь Ясно вам? Вот кто виновен в том, что ее болезнь прогрессировала Может быть там было доброкачественное с самого начала А вот этот чувак пришел и начала нервничать Стресс и все как бы Какие-то проблемы? Беляйлиш выходит на сцену Нет, он уже уходит Кто сказал? Отпустить ее не хочешь? Она вроде не в восторге от твоих прикосновений И? Тебе слова не давали Идти куда шел? Патрисия-то как бы, ну такой Примерно одинаковый типаж Мальчишек нравится Тоже темненький Тоже глаза вроде как зеленые Чем-то они с Клиффордом, кстати говоря, похожи Вы получите слово, мне разрешение не нужно Слушай, ты начинаешь бесить Это взаимно Мальчики, а ну-ка успокоились Мы же находимся в учебном заведении Ой, неужели ты вдруг вспомнила то, что в учебном заведении В святом месте знаний находимся, ребята? Невероятно Вы учиться-то собираетесь, нет? В главном коридоре, где повсюду стоят камеры Вы проблем хотите? Эх, бывший, быстро ты сдал позиции Кто это был? Мы, пожалуй, пойдем в аудиторию Да, мы будем ждать тебя там Все, больше они за камерой не переживают Как бы, то, что тут сейчас Патрисию могут убить, побить Но никто не знает, как это реагирует Мерзавец, да, такой он импульсивный мальчишка Да пофиг, мы пошли учиться Не нужно было вступаться Видали, какой джентльмен на заднем плане? Сидит тут, расселся на всю скамейку Девушке даже не предлагает присесть Ну что такое? Не нужно было вступаться Он взбесел Чем это? Он прикасался к тебе Он дышал на тебя Коронавирус везде, ты что, не в курсе? Ты ревнуешь, что ли? Ну, Патрисия, ну алло Он тебе признавался в любви в прошлой серии А она все продолжает Так, стоп Он что? Меня ревнует? Он что? В меня влю... А, да, постойте Он же мне в этом признавался Да, действительно Я-то думала, он за свободные отношения Короче, чтобы больше я тебя с ним не видел Действительно, коротко и ясно Ой, что это? Коробочка сходит с ума Эпилепсия, коробочки Привет Знаю, что обещал больше не тревожить Но я... Ничего себе Дристан Тристан научился писать Это же он? Его так зовут вроде как, да? Снал правду о том вечере с твоей подругой И хотел бы тебе об этом рассказать И, наверное, в словаре все слова искал Или писал через гугл, там, какой-нибудь переводчик Через ворд, который ему, там, подчеркивал неправильные слова Там, на самом деле, в каждом слове была ошибка Но... Поэтому он и решил перепровериться И вот, как бы... Возможно, ему родители помогали сочинять это письмо Мы не знаем Давай встретимся Хизер тоже прихвати с собой, если будет возможность Потому что мы решили Ну, а чё тройничок-то? Чё мне лочиться? Давайте вчетвером, ну... Хм... Заманчиво Что такое? Думаю, сегодня мы узнаем правду По крайней мере, я на это надеюсь Спасибо, что согласилась на встречу У меня не было выбора Почему это? Ну, обычно, когда что-то идёт не по-твоему Ты либо двери выбиваешь, либо ещё что-то А шо ты так наваливалась-то? Обычно ты так густо не красишься А тут прям это... Почти смуки айс сделала Прическу сделала Хайлайты навела ещё больше, чем обычно И всё, пришла Ой Ну, я так согласилась Потому что ты такой ещё вообще отбитый хулиган Всё везде бьёшь и разбиваешь Двери выбиваешь Вот только поэтому согласилась, да А так я вообще в магазин за хлебом шла Угу Не обращай внимания на мой макияж В магазин за хлебом Я так обычно хожу, ну... Извини за это Я просто очень спыльчив Мне трудно контролировать свои эмоции Ну, так ты сначала пролечись А потом заводи отношения Потому что такие люди Рано или поздно Поднимают руку на своего партнёра Скажем так, да? Ничем хорошим это не заканчивается Заканчивается домашним насилием Так что, возможно, Патрисе Это повезло, что она откинется раньше, чем это начнётся Заметно Вообще, я хотел поговорить Говори Я обдумал то, что ты сказала мне насчёт снов И я верю тебе Серьёзно? Ну, мне тоже порой снятся странные сны Они, конечно, не вещи, но всё же Тем более, если хорошенько повспоминать твои странные действия Например, когда ты пришла неожиданно ко мне ночью И задавала странные вопросы А затем просила никуда не выходить После чего на следующий день, когда я всё же решил выйти Меня схватили Ну, не думаю, что это обычное совпадение Ты прав Мне тогда и впрямь приснился с сон с твоим участием Ну всё, ребят, давайте оформляем заявку на битву экстрасенсов Пора, вы друг другу доверяете Ну всё, пора как-то реализовывать свои скрытые таланты Возможности, способности, сверхспособности И зарабатывать на этом деньги Только там был печальный финал Но почему именно я? Почему тебе снюсь я? А ты не видел моего бывшего? Он же просто как твой брат-близнец Прическу такую же сделала И вот вы одинаковые Вот, наверное, поэтому Ну, падкая на такого типа внешности парней Сама задаюсь этим вопросом Наверное, ты часто думаешь обо мне Ага, мечтай Зачем мечтать о том, что уже стала ябью? Мутира, не начинай бесить Прямо в парке решили устроить свои грязные делишки Ну вообще безлюдно, может никто и не увидит, не заметит Мы слушаем А нет, нет, нет Там ребенок на заднем плане Пожалуйста, ребята Сдерживайте свои порывы сейчас В общем, как выяснилось Хейзер не переспала в ту ночь с Клиффордом Что? Что? А я тут всем хвастаюсь, значит Что он бегал за мной всю ночь И я таки, как крепость, рухнула Да, перед ним А я... Нет? А с кем тогда? В смысле? Серьезно? Как это? Подожди, милая Пускай сначала все расскажут А потом мы уже будем делать выводы Не, не, много людей, много людей в парке Ребята, не время действовать Продолжайте Неделю назад в колледже к нам подошла наша знакомая Она увидела... Оказывается, ты с ней переспала Ну, типа, прикинь, тебе девочки нравятся В коридоре Хизер и узнала ее После чего стала рассказывать о той самой вечеринке, где тусовалась Хизер Она сказала, что была тогда с нами и еще каким-то парнем Мы сидели, выпивали в шестером, нам было весело В шестером? Ребята, тройничок-то удваивается Хорошо Я, Майлс и Хизер были самые пьяные из сей компании От чего именно мы втроем ничего и не помним Так вот откуда я помню и голоса, и смех В один момент Хизер стал Ну, так неинтересно, серьезно, ничего не было Все так легко закончится Все, оказывается, спалят по разным кроватям Буквально святые все Серьезно? Так неинтересно Очень весело, и она начала проявлять знаки внимания Клиффорду Тут, конечно, не отказался и ответил взаимностью После чего наши голубки решили уединиться и пойти в комнату Клиффорда, чтобы продолжить начатое А та девка, она что, следила за всем этим? Вот она прям по пятам шла? Откуда такие подробности? Вы ни черта не помните И вы поверили первой встречной девушке, которая к вам подошла, которую вы даже особо тоже не помните И такие, ну да, да, мы верим Она все это прям вот, наверное, снимала на телефон, на камеру У нее везде жучки по дому Клиффорда расставлены Она шла за ними по пятам, она свой репортаж снимала в ту ночь Не вышло, так как уже со слов Клиффорда, который хоть и был пьян, но не до беспамятства Следует то, что до начала секса Хизер успела лишь раздеться, после чего уснула Да ладно, все мы знаем, просто на самом деле у Клиффорда ничего не получилось А Клиффорд сам готовился Готовился ты долго, чувак Поэтому ты проснулась на утро у него обнаженной в постели Из данной истории стоит сделать вывод, что на самом деле Что скучная ваша история? Я не того ожидала Я что, 15 серий и зря тут надрывалась, шутила про трейдничок? Вы что, совсем? Мне не важно, я буду продолжать Все не так плохо и ужасно, как все думали Все просто накрутили себя, не понимая, что это были всего лишь догадки Ну все, давайте всех их клику святых теперь будем причислять, ага Но на деле все время все ответы были у нас перед носом И они оказались довольно утешительными, в отличие от наших фантазий Мы просто не знали, что Клиффорд все помнит По его словам, он ничего не рассказывал, потому что мы и не интересовались Потому что 15 серий нужно было томить зрителей, чтобы они строили свои догадки Ох, Клиффорд, ох, интригант Вот как-то так Кхизра, мне кажется, даже расстроилась Посмотрите на ее лицо, такая, блин Моя версия была интересней Серьезно? Вообще ни с кем даже ничего и не было в итоге? Такое себе! На пусть говорят с таким сюжетом-то не возьмут! И вы правда надеялись, что мы поверим в эту чушь? Но мы говорим правду А чем докажете? А? Документально где-нибудь это заверено? Записи, видеозаписи у вас есть? На диктофон что-то записано? Не верим! Шутим про тройничок дальше Да бред! Я не верю! Слушай, детка, охлади свой пыл Скажи спасибо, что мы вообще все выяснили и решили вам рассказать Ведь мы могли всего этого не... Спасибо! Невероятно! Ваша версия настолько скучна, что я сейчас усну Ой, спасибо, что в очередной раз решили повесить лапши на уши Очень остроумно Хизер, пойдем Не хочу больше участвовать Хизер просто создала монстра из этой блондинки Она раньше такой доверчивой была Она все велась Хизер посеяла зерно сомнения в ней И все, она просто превратилась в монстра, который не верит никому Я не верю Я даже родителям своим не верю, когда они мне теперь что-то говорят Не верю никому В этом цирке Хизер такая Ну я теперь не против тройничка, раз ничего по итогу-то и не было Нет, ушла, ладно Пока она борется со своими желаниями Какое же это имя бесячее Мы ведь правду рассказали А она? Дай им переварить все Уверен, они еще одумаются Этим кадром автор хотел показать, что несмотря на то, что они почти признались друг другу в любви По крайней мере Клиффорд уже признался, Патрисии еще нет Но все равно между ними существует некая пропасть Некая пустота, некоторое пространство между ними Которое не дает им сблизиться Если вы не увидели глубину этого кадра, то я не знаю, куда вы смотрели А что это за бесячий парень с тобой сегодня в колледже был? Ошибка молодости Ты-то в свои уже, наверное, 50, да, действительно ошибка молодости была Ах, мой бывший Что? Я вроде не про беременность сказала Неожиданное заявление просто Я думал, тебе до меня девочки нравились И что он хотел от тебя? Я не знаю Даже не понимаю, что он делал в нашем колледже Ветю научится в другом Отлично Теперь я еще больше хочу Ну, может он заблудился Зашел не в тот И такой, блин, надо выкручиваться из ситуации Йоу, Патрисия, здорово, подруга, скучала? Поставить ему отпечаток своей руки на его роже Прекрати Если он тебя обидит, дай знать, я разберусь Давай просто опустим эту тему Расскажи мне лучше про тех отморозков Ты обещал Еще не время Почему? Еще не время Ты знаешь, сколько до конца сериала? Еще много серий Еще не время Какая разница, когда я узнаю? Поверь, разница В смысле? Разница большая У нас там сюжет еще на несколько серий расписан Алло, посмотрите, попридержи коней, ага Чушь какая-то Что? Ты такая милая, когда сердишься Неправда Со стороны виднее Неправда, я выгляжу как уродина, когда сержусь Ты это хотела услышать или как? Почему мне каждый раз становится все труднее находиться с ним рядом? Трудно сдерживать себя Кто бы мог под... Патрисия, ну включи свой мозг-то в конце концов Ну что же она такая Кажется, я к нему что-то чувствую А может быть, я просто есть хочу? А что-то трудно находиться с ним рядом Может, я к нему что-то чувствую? Или от него воняет? Не знаю, я не понимаю Ты о чем? Не думал, что когда-то смогу питать настоящие чувства к девушке Тем более к той, которая меня дико раздражала Как же мне хочется сказать ему то же самое Но я не могу Мне тяжело Ведь я до сих пор до конца не верю ему Понимаешь По большей части я Это образ Образ, который привыкли видеть все Причем даже я О, боже мой Этот образ мерзавца я держу ради названия сериала Ну как? Как изменить-то название? Не изменишь же на пузька название сериала Мерзавец уже называется, посмотри Поэтому это образ А в душе я пузька Образ такого мерзавца Мне проще абстрагироваться, если я в этой оболочке И я понимаю, что это уже неотъемлемая часть меня Но порой мне так обидно У тебя биполярка, мы поняли Что никто не знает меня настоящего Хоть я и не верю в эту чепуху, но быть может, это судьба Быть может, именно ты сможешь увидеть меня настоящего Сможешь когда-то почувствовать ко мне что-то, кроме ненависти и отвращения Ну, перед смертью, наверное, она осознает и почувствует, но будет уже поздно Ведь если смог я, не исключено ведь, что сможешь и ты Не могу держаться Не могу Ну так и не держись Бывший не до тебя сейчас, по-любому он звонит Черт Извини, нужно ответить Ничего Разговаривай Я пока отойду Да, что такое А там и бывший Дон одновременно, походу Он спер этот балахон у Эдди Из другого сериала, из ЕЗТП За что он раздел Эдди, скажите мне Ну что ж, вот такая вот серия Довольно-таки, ну, интересная На одном дыхании так прошла, поэтому я считаю это хорошим показателем Серия и не супер динамичная, и не супер проходная Что-то посерединке норм Надеюсь, вам понравилось это видео И если это так, то не забывайте поддерживать его большим пальчиком вверх Также не забывайте оставлять свои комментарии Это тоже очень важно и помогает продвижению видео И еще не забывайте подписываться на мой канал и тыкать на колокольчик Чтобы не пропускать мои новые видео Еще вступайте в мою группу ВКонтакте Подписывайтесь на мой Инстаграм И на Инстаграм моей группы Ссылочки будут вот здесь вот Ну а я всем желаю, как всегда, всего самого наилучшего И всем пока-пока!